Сегодня региональный чемпионат рабочих профессий WorldSkills вступил в рабочую фазу. Начались соревнования. Наша съемочная группа побывала на одной из площадок конкурса в Чебоксарском электромеханическом колледже. Здесь сошлись представители технических специальностей, системные администраторы и электроники, токари и фрезеровщики. Где должна находиться видеокарта, для чего нужна материнская плата и что зависит от количества ядер в процессоре. Участникам JuniorSkills предстояло собрать компьютер, что называется с нуля. А кроме этого наполнить его начинкой, установить операционную систему, выполнить нужные настройки и обеспечить выход в интернет. Две команды по четыре человека. Школьники готовились к соревнованиям совсем не по-детски. Посещали курсы, выполняли специализированные задания. То, что они вообще участвуют в подобного рода соревнованиях, то есть это первый раз у нас в Чувашии, да, вот, это уже считается они победителями. Но я думаю, что они показывают достаточно высокие результаты. И поэтому, чем раньше мы начинаем грамотно обучать людей специальности, тем им легче потом в жизни ориентироваться. То есть они становятся конкурентоспособны как бы в трудоустройстве, да, так и в дальнейшей жизни. У ребят постарше задание посерьезнее. Нужно настроить маршрутизаторы и коммутаторы, наладить удаленную работу. Причем сделать это нужно в двух операционных системах. Среди шести участников Иван Дедков. Он приехал на соревнования из Орла. Любая связанная вещь с интернетом, это значит сеть, это значит надо настраивать. И для этого нужен человек, который это должен уметь делать. Потому что обычный пользователь, которому провайдер подключил интернет, этого делать не сможет. Это если просоцировать, чтобы понятно было, как конструктор лего. Вот собирается что-то из мелких частей, одно большое. Всем когда-то это нравилось. Вот это примерно то же самое. Есть какие-то кабели, есть какие-то устройства. Они отдельно из себя что-то представляют, но если они вместе, то это уже большая сеть, схема. То есть это интересно. Компетенция электроника представлена впервые. Белые халаты, перчатки, сложное оборудование и яркий свет. Эдако операционное для приборов и аппаратуры. Движения участников точны и быстры. За три соревновательных дня необходимо выполнить четыре модуля. Сборка устройства, ремонт и устранение неисправностей. Разработка аппаратных средств и программирование встраиваемых систем. Справиться с такими заданиями сможет далеко не каждый. Поучаствовать в таких соревнованиях, посоревновавшись сначала на оригинальном топе, между собой и соседними регионами, а потом уже на национальных отборочных чемпионатах. То есть это уже большой задел в их голове, да, именно в направлении будущей своей деятельности. Фрезерная работа на станках с ЧПУ – еще одна компетенция Junior Skills. Для школьников – двудневная упрощенная программа. Их задача – получить готовую деталь. Сначала ребята разрабатывают модель, рисуют чертеж в электронном виде. А затем с помощью специальной программы ее выводят на станок. Этому ребята учились месяц. У нас не было уроков чертения в школе. Мы учились еще здесь. Нам нужны эти конкурсы, потому что мы занимаемся больше, познаем. Позади один соревновательный день, впереди еще два. Участников ждут новые задания. Кто из них сможет справиться с испытаниями и стать лучшим в своей компетенции, будет ясно 9 декабря. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Андрей Шоклев, Республика.